Поэтому говорят, что вы тут приехали из провинции, ге-ге. А мы московские, ге, говорим. Все московское произношение, четенько все. И вот этот московский язык, он такой рафинированный. Он только подразумевает такие поверхностные отношения. А глубина, глубина отношений в любви и в дружбе происходит, когда вот эти буквы появляются ге, глубинные. То есть в русском языке есть и ге, и ге. И вот это вот качество, оно называется в украинском языке гарна, девчина. Гарна. Гарна это вот предел совершенства. Это не только красивая форма, а это еще вот эта вот энергия, которая просто распирает у женщин. Я один раз только такую битвей. Эта девушка, короче, много путешествовала. Ну, она питается на сыроедении. Здесь катерсти, самобранки питается. Очень много сама путешествовала по Крыму. И она и внешне вот такая вот у нее все, как все яблочки в порядке. И рядом с ней стоишь, и у тебя просто вот это распирает качество гадности. Понимаешь? Ну, это необъяснимо, но это как раз то качество, которое надо достигать к 14 годам и на всю жизнь сохранять. Это когда вот эта вот энергия просто тебя переполняет. Но эта энергия идет из совершенной формы. То есть к 14 годам, когда правильно люди развиваются, мужчина, это должен быть такой кусок мышцы, крепкий такой, мощный. Не как вот эти вот переростки, качки, а вот как древнегреческие статуи. Мы увидим, что там мужчины красивые, мышцы будут, да? Женщины такие красивые, сочные. И вот это качество гарное, это когда ты такая сочная, и в тебе вот эта энергия вот так вот, она разливается такими ручьями. Вот. Качество гарности. Поэтому мы используем здесь украинский и белорусский язык, чтобы как раз внести те понятия, которые в современном языке исчезли в русском.